В Ухте! Во время сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения впервые применили аппаратно-программный комплекс. Новое оборудование ускоряет процедуру сдачи экзамена и полностью исключает возможность ошибки автоинспектора при проверке результатов. И не позволяет будущим водителям списывать или угадывать правильные ответы. Наталья Литкевич о том, что происходит в автошколах. Перед экзаменом автоинспекторы предлагают всем желающим в профилактических целях пересмотреть короткометражный документальный фильм о безопасности дорожного движения. Далее профилактическая беседа. Ситуации из практики. Катастрофы, которые когда-либо обрывали человеческие жизни и примеры, которые в целом характеризуют культуру поведения на дорогах. Культура и еще раз культура. Только так мы будем наводить порядки на дороге. Ну и соблюдение правил дорожного движения, соответственно, этот аппаратный комплекс действительно будет отсеивать именно тех нежелательных водителей, которые просто хочется купить автомашину и просто ездить, невзирая ни на какие правила. Он просто хочет кататься. Впервые экзамен проводится с использованием аппаратно-программного комплекса. Наличие такого оборудования – одно из необходимых условий аккредитации автошкол. На данном комплексе поменены все блоки, то есть из 20 вопросов, которые там предоставлены. Блоки там с первого билета один вопрос, с третьего два, с пятого. То есть все это перемешано, оно постоянно меняется, то есть угадать и списать в данном случае невозможно. К слову, такие программы практикуются уже почти по всей республике. В «Жемчужине Севера» новое оборудование закуплено по инициативе Ухтинской автошколы ДСААФ за счет федеральных денежных средств Министерства обороны России. В результате субсидий были выделены деньги по нашей инициативе, чтобы создать компьютерные классы и улучшить качество подготовки, сдачи экзаменов. Были выделены субсидии, это где-то в пределах двух миллионов. В автошколе и ГИБДД надеются, с помощью нового комплекса получится отсеять нерадивых кандидатов в водители и снизить аварийность на дорогах. Теоретическая база учащихся давно у многих вызывает нарекания. Наталья Литкевич, Юрий Еглов, Евгений Садыков, Евгений Долгов, телеканал Юрган Ухта.